Утром 5 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян поделилась последними новостями о ситуации вокруг Арцаха Азербайджанской войны. Пресс-секретарь заявила, ночью и на данный момент бои в зоне Арцаха Азербайджанского конфликта продолжаются с различной интенсивностью. География военных действий, начавшихся 27 сентября, расширилась по инициативе Азербайджана, став серьезной угрозой для мирного населения в разных частях Арцаха и уже привела к десяткам жертв. Через несколько минут после первого утреннего заявления пресс-секретарь поделилась новой информацией. Враг начал наносить удары по столице Арцаха Степанакерту с большой интенсивностью. За сообщением Шушан Степанян последовало заявление пресс-секретаря президента республики Арцах Ваграма Покусяна, который написал на своей странице в Facebook. Враг снова обстреливает города Степанакерты Шуши. Ответ армии обороны не заставит себя ждать. Однако, в отличие от террористического правительства Баку, мы нацелены не на гражданское население, а на военные объекты, постоянно дислоцированные в крупных городах. Мы еще раз призываем гражданское население, проживающее в этих городах, немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать возможных жертв. Позже азербайджанская сторона начала распространять очередную фейковую новость, утверждая, что часть ударов по Азербайджану наносилась территорией Республики Армения. Представитель Министерства обороны Армении Арсрунов Аниссиан предупредил врага. Не делитесь ложной информацией, чтобы подготовить почву для своих последующих провокационных действий. Также Ов Аниссиан добавил следующее. Президент Арсаха четко заявил, что мы будем поражать военные цели, которые могут находиться вблизи гражданских объектов, но вам наплевать и на своих жителей. Между тем, по всему миру продолжались протесты против азербайджанской агрессии. В частности, американские армяне в США перекрыли основные магистрали с обеих сторон и собрались вокруг здания телеканала CNN и других средств массовой информации, требуя надлежащего освещения ситуации в Нагорном Карабахе. В результате преступных военных действий Азербайджана погибло 19 мирных жителей, 80 получили ранения. В ходе боевых действий пострадало около 2700 единиц имущества и объектов инфраструктуры.